МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а теперь во всем подробнее. Сегодня состоялось расширенное заседание правительства Рязанской области. В ходе работы губернатор Олег Ковалев обратил внимание на тему оплаты труда работников региональных предприятий и фирм. Обращаясь к участникам заседания, глава региона отметил, что некоторые работодатели продолжают выплачивать зарплаты по так называемой серой схеме. Есть попытки перейти на серые схемы, которые мы пока пресекаем, но здесь необходима системная работа. Эту тему нужно держать в зоне особого внимания и основных служб и Минтрудов. Значит, Дмитрий Владимирович Андреев, я хочу попросить совместно с УФДС, надо на своем совещании разобраться на этих вопросах, выводить мероприятия работы по каждому направлению. Кроме этого, на сегодняшнем расширенном заседании правительства области Олег Ковалев поставил задачу перед чиновниками Министерства экономического развития, а также администрации города Рязани, усилить работу, чтобы максимально убрать рюмочные из жилых домов. Я считаю, что по ней работать надо по двум направлениям. Это Минэку и торговли, и администрации города Рязани, и Роспотребнадзору обратить самое серьезное внимание и возобновить совместную комплексную работу по оказанию административного воздействия, чтобы максимально убрать их из жилых домов, обратить внимание на то, в каких условиях они работают, какие санитарные условия и так далее. Если необходимо нам разрешение прокуратуры на такие проверки, давайте обратимся в прокуратуру. Я думаю, они нас поддержат в этом плане, потому что это благополучие, здоровье и спокойствие наших граждан. Второе – это необходимо поработать над поправками в региональное законодательство, с тем, чтобы исключить вообще торговлю алкоголем в жилых массивах на первых этажах жилых домов, где проживает значительное количество наших граждан. В интернете начала действовать карта «Бездорожье Рязани». Инициатива исходит от Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия» в рамках проекта «Автосправедливость». С сегодняшнего дня сайт начал полномасштабную работу. Карта «Бездорожье Рязани» – это новый проект Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия». На ней уже сейчас отмечаются горячие точки, то есть такие места, где состояние дорог не удовлетворяет автолюбителей. Адрес карты «Бездорожье» в сети интернет – нашейдороги.рф. Данный проект представлен и создан для того, чтобы улучшить дороги в городе Рязани и Рязанской области, которые в данный момент находятся в не очень хорошем состоянии. Сайт позволяет достаточно быстро и оперативно разместить проблему, выявленную гражданином любым, у которого есть доступ к интернету. То есть он спокойно заходит на сайт нашейдороги.рф, выбирает точку на карте, где эта проблема им выявлена, размещает небольшой комментарий, по возможности размещает фото, добавляет эту проблему на сайт. В принципе, всё. Остальное дело – это работа с администратором сайта. Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия» обещает провести проверку по каждой яме. А далее результаты такой проверки будут переданы в управление областной ГИБДД и администрацию Рязани. «Справедливороссы» поясняют, что в течение 30 дней после получения обращения сотрудники госавтоинспекции обязаны выписать предписание чиновника муниципалитета, обязав их отремонтировать проблемный участок дороги. Тот проект, который мы сегодня презентовали, он тоже направлен именно на достижение этой цели. А также на выявление тех сложных, опасных участков, которые требуют действительно скорейшего внимания наших властей и тех служб, которые отвечают за состояние дорог. В этом отношении мы будем, насколько сможем, помогать. Мы призываем всех жителей города, жителей Рязанской области участвовать в этом проекте. Этот проект прежде всего для нас, для рязанцев, для жителей города, для жителей Рязанской области. При этом предполагается, что на сайте нашей дороги.рф будут указаны не только проблемные участки рязанских дорог, но и те организации, которые провели некачественный ремонт асфальтового покрытия. А тем временем выпускники рязанских школ уже превратились в абитуриентов. Ведь сейчас в российских вузах полным ходом идет приемная кампания. Молодые ребята выбирают институт, в котором им предстоит учиться. Среди главных документов для поступления аттестат о сдаче единого государственного экзамена. Кстати, сегодня в здании областного правительства подвели итоги ЕГЭ, прошедшего в Рязанском регионе этой весной. Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина озвучила результаты государственной итоговой аттестации. В этом году 98% выпускников школ и средних образовательных учреждений успешно сдали выпускные экзамены и получили аттестаты о среднем образовании. 2%, а если говорить более конкретно, 85 человек смогут еще раз проверить свои знания в начале следующего учебного года. А высшие 100-бальные оценки за свои труды получил 31 выпускник. Экзамен сдавался на территории Рязанской области по 13 предметов. Наиболее массовые экзамены – это обязательный русский язык и математика. Они обязательны для всех выпускников общеобразовательных учреждений для получения аттестата. При этом для получения аттестата необходимо преодолеть минимальный порог, установленный Федеральной службой по надзору и контролю в сфере образования. По русскому языку такой порог определялся 24 баллами, по математике – 27 баллами при сдаче экзаменов на профильном уровне. С 25 мая по 26 июня единый государственный экзамен проводился для 5021 человека, в том числе для 4836 выпускников 11 классов. За все это время было зафиксировано всего одно нарушение в одном из районов области. Молодой человек попытался пронести смартфон на экзамен. За это он поплатился, результаты его работы были аннулированы. Нужно отметить, что результаты ЕГЭ по русскому языку в этом году в целом по области лучше, чем собственные результаты прошлого года и лучше, чем в целом результаты по России. Средний балл по базовому уровню математики у нас составил 4, оценивается по 5-бальной шкале базовой математики, что соответствует уровню общероссийскому. По профильной математике средний балл составил 44 балла по 100-бальной шкале, что несколько ниже, чем среднероссийский результат. В скором времени Министерство образования планирует полностью убрать из единых госэкзаменов тесты, чтобы ученики не ленились, не надеялись на авось, а как следует готовились к аттестационному периоду. Впрочем, до сих пор не утихает спор о том, каким образом лучше проверять у выпускников школ полученные ими знания посредством экзамена в тестовой форме, либо в форме расширенных ответов. Но бесспорным остается одно – здания современному человеку крайне нужны. Сегодня, кстати, отмечает годовщину с момента своего создания в 1947 году Всероссийское общество знания. Общеизвестно, что просвещению народа всегда уделялось большое внимание. Еще в дореволюционное время были попытки создать специальное общество, на котором профессора и преподаватели различных учебных заведений могли читать лекции для всех желающих. В 1863 году при Московском университете появилось общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. А почти сто лет спустя, 7 июля 1947 года, было учреждено Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний, в состав которого вместе с учеными вошли деятели культуры, врачи, педагоги, инженеры и другие представители интеллигенции. Задача была поставлена – распространение научных, научно-технических знаний среди населения. Ну и сейчас мы занимаемся этой же, перед нами задача стоит, но в более широком смысле – это просветительство по всем отраслям знаний, которые есть. История общества знаний началась с того, что 1 мая 1947 года в Центральных газетах СССР было опубликовано обращение ко всем деятелям науки, литературы и искусства, научным, общественным и другим организациям и учреждениям Советского Союза, подписанное президентом Академии наук СССР Сергеем Ивановичем Вавиловым, видными учеными, общественными деятелями и работниками искусств страны. Авторы призывали интеллигенцию Советского Союза создать всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. Уже 12 мая в Москве состоялось первое заседание Организационного комитета общества, на котором было принято решение создать республиканские общества и их отделение в крупнейших центрах страны. В нашем городе отделение общества знаний появилось в том же году, в сентябре. У нас лекции мы проводим и в выездные, и в аудиториях молодежных, школьных, студенческих. Работаем с пожилыми людьми. Мы также занимаемся образовательной деятельностью. Образовательная деятельность – это повышение квалификации специалистов наших предприятий, учреждений, организаций. После распада Советского Союза, когда люди были озабочены проблемами более насущными и бытовыми, о духовных ценностях мало кто задумывался. Однако общество знаний России, являясь наследником и правоприемником Всесоюзного общества, сумело не только сохранить славные традиции просветительства, но и сберечь свои активы. Сегодня в составе общества знания входят 65 региональных организаций, которые продолжают распространять знания среди граждан нашей страны. В Рязани во второй раз пройдет праздник, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности. Об этом сегодня рассказали чиновники муниципалитета. Основной праздник пройдет 8 июля в городском парке на улице Ленина. О каких еще мероприятиях запланированы в Рязани на День Семьи, Любви и Верности, расскажет следующий видеоматериал. В прошлом году в Рязани впервые прошел большой праздник, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности. Горожанам эта идея так понравилась, что руководство областного центра приняло решение сделать гуляния традиционными. В среду 8 июля уже во второй раз в городском парке на улице Ленина с 17 до 20 часов пройдет семейный праздник. В администрации города по этому поводу состоялась пресс-конференция, на которой был озвучен план мероприятий на этот день. Будут работать анимационные детские игровые площадки, будут работать торговли, сладости, вооруженные. Люди, которые придут после работы, я думаю, они отдохнут в нашем парке, послушают наш духовой оркестр, посмотрят нашу концертную программу, просто отдохнут. Также в Центральном парке культуры и отдыха пройдет забег для семей с детьми. Организован он под эгидой спортивного проекта «Бежим круглый год». В 17 часов стартует забег для семей. Это в таких номинациях, как «Мама, папа и ребенок», «Папа-ребенок» и «Мама-ребенок». Дети у нас делятся на две подгруппы до 12 лет и от 12 до 16 лет. Дистанция небольшая, 500 метров по территории парка, никуда мы с вами далеко не побежим. Мы так каждому по силам, поэтому объединяемся, бежим со всеми жителями круглый год. Приятным сюрпризом в этом году станет призовая лотерея. Билеты уже получили ветераны и люди с ограниченными возможностями. Оставшиеся раздадут гостям праздника. Также в рамках мероприятия состоится награждение семейных пар. 18 семей, проживших в браке более 25 лет, будут награждены медалями за любовь и верность. Отметят также и молодые пары, которые зарегистрировали брак накануне события. Это будет очень трогательно, очень будет красиво и так по-семейному. Вот именно и формат этого праздника семейный. Ну а завершится празднование Дня семьи, любви и верности праздничным концертом, на котором выступят рязанские эстрадные ансамбли. В общем, в среду вечером рязанцам будет чем заняться. Главное, чтобы гуляния прошли в уютной и веселой обстановке. По крайней мере, организаторы обещали провести этот день красиво, трогательно и по-семейному. А сегодня, 7 июля, согласно народному календарю, Иван Купала. Во времена язычества это торжество было посвящено Дню летнего солнцестояния и покровителю плодородия, Божеству Купала. Ну а после принятия на Руси христианства праздник приурочили ко Дню Иоанна Крестителя. Впрочем, красивые романтичные народные обряды сохраняются и до сих пор. Праздник летний восточных славян, языческий праздник. Но на Руси часто после крещения праздники, как правило, совпадали с церковными. И это одновременно праздник Рождества Иоанна Претечи или Иоанна Крестителя. Этот праздник был особенный, потому что считалось, что в этот день не спит нечисть. И поэтому люди предпочитали ночью не спать, а вступали в взаимодействие с этими стихиями. Праздник был связан с водой. Считалось, что в этот день вся нечисть из воды выходит. И люди могут спокойно купаться, начиная с купальской ночи вплоть до Ильина дня. Когда огромное количество людей собиралось на берегу рек, то, как правило, это некие взаимоотношения между мужчинами и женщинами. И проводились в шутливой форме брачные обряды. И искали цветок папоротника. Или другой вариант, менее романтичный, это цветок Иванда Марья. Этот праздник был объявлен языческим, и церковь его стала достаточно активно преследовать. Сейчас он существует больше как культурная традиция. Но так как этот праздник связан с тем, что человек проводит его на берегу водоема, в лесу, в поле, то больше он популярен у украинцев и белорусов. И у нас вот в России его практически не отмечают, потому что у нас не всегда бывает жаркое лето, и не всегда комфортно всю ночь провести в лесу. Далее в эфире программа подробностей. Гостями в студии станут организатор фестиваля «Богатырская сила» Евгений Дьячков и организатор турнира по пляжной борьбе Валерий Хабаров. Речь в беседе пойдет о предстоящем в эти выходные в городе Рыбном фестивале силового спорта. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова